Всем привет, друзья! Уверен, что у каждого из нас при ремонте в своей квартире или строительстве нового дома не раз возникала такая мысль, когда я буду строить свой большой дом, то эти все пылесборники в виде антресолей и всяких горок, шкафов и так далее я просто ликвидирую. Поэтому, когда мы проектировали дом, мы убрали все возможные возможности установки шкафов. У нас их в принципе нет. Шкафы есть, но шкафов нет. Гардеробные, как и шкафы, мы сделали потайными. Мы вымонтировали их просто в стены дома. Сегодня будет ролик, в котором я очень коротко и поэтапно расскажу, как вмонтировать в любой проем откатные двери купе, любых модификаций. Поэтому досмотрите ролик до конца и надеюсь, он вам будет полезен. Нам понадобится всего лишь шуруповерт, рулетка, болгарка, угольник, отвертки, шестигранники и перфоратор. Последний я, кстати, недавно взял беспроводным и чем очень доволен. В руке лежит отлично, в работе вы его еще не раз увидите. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на Дзен. Ссылка в описании, потому что там я выкладываю наши выпуски, которые не попали в эфир основного YouTube канала. А также планирую разные розыгрыши. Но и будет здорово, если вы посетите наш магазин жарховский-мед.рф. Также ссылка будет в описании. Итак, первым делом нужно замерить проем, высоту и ширину. И лучше делать это по всем углам. Получится у вас четыре измерения. Два по высоте, право и лево, и два по ширине, вверх-вниз. В идеале еще замерить диагонали, так будет понятно, правильно ли у вас геометрия стен. Если погрешность невелика, 4-5 мм, это можно нивелировать настройкой дверей. Внизу у каждой двери есть специальные регулировочные болты для настройки по горизонту. Но если стены безбожно кривые, я все же в таком случае порекомендовал бы вам делать специальные накладки по краям будущего шкафа-купе. Это можно сделать как из ДСП, так и проявить фантазию с помощью МДФ-наборов для дверей. Ну да ладно, не будем на грустном, надеюсь, у вас идеальная геометрия. После замеров едем в магазин и выбираем профиль. Он бывает открытый полумесяцем и закрытый. Мне больше нравится второй вариант. Приехали, склад номер 2. 16 362 рубля. Зная модели фирмы профиля, забиваем в поисковой строке расчет размеров дверей купе. Вываливается тонна ссылок на калькуляторы расчета. Нам нужно всего лишь выбрать свой купленный профиль и забить 5 параметров высота, ширина, цвет, заполнение двери и количество дверей купе в этом проеме. Сейчас, возможно, кто-то напишет про современные системы для откатных конструкций. Но напоминаю, я живу от цивилизации за 1000 километров и не всегда свежие тренды заходят в наше сельпо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если знаете какие-то интересные топовые решения, которые я сам еще не изучал. У меня впереди планируется 4 шкафа купе еще дополнительно. И я с радостью использую ваши советы в своей стройке. Чем удобен калькулятор онлайн? Тем, что он раскраивает полностью шкаф купе до основания. Я, наверное, рассказывал, что в своем детстве я занимался уже мебелью. И эти шкафы купе в то время мы делали по шаблону. У нас было уравнение с коэффициентом. Все профили мы просчитывали по этой программе. В данном случае просто забиваешь данные, все, тебе все вылезло. Даже рекламу не буду давать на это приложение, потому что их море. Теперь у меня есть размер двери, размер зеркала, размер вертикального профиля, горизонтального профиля и силиконового уплотнителя. Все, из этих параметров я понимаю, что мне сейчас нужно отпилить. Все, полдела сделано, теперь у нас на руках есть все размеры. Мы сразу решили, что заполнение дверей у нас будет зеркальное. Я позвонил своему другу детства в компанию Мирзеркал. В течение недели мне доставили бронированные зеркала. Кстати, да, друзья, если дома дети, обязательно бронируйте зеркало пленкой. Это не так дорого, но очень полезно в плане безопасности. Далее я принялся за нарезку профилей в размер, согласно проекту, все время обращаясь к размерам, выданным нам программой онлайн-калькулятора. Важное внимание нужно уделить горизонтальному профилю, а особенно в резком отверстии под болты. Сверху по осям мы делаем отверстие в вертикальном профиле на 7 мм, сейчас десяткой, а внутренне на 6,5 мм будет ширина. А в нижнем, там где будут монтироваться колеса для двери, делаем два отверстия от края вертикального профиля на 7 по оси и 43 по оси мм. Важно понимать, что это мы отмечаем центр отверстия, то есть ось. Далее первое отверстие в профиле мы делаем сверлом на 10, а следующее уже внутреннее отверстие в профиле мы делаем сверлом на 6,5 мм. Я уже говорил про важность работы с горизонтальным профилем, тут главное его отпилить ровно по всем плоскостям и точно в размер, так как вертикальный профиль спрячет в себя лишь 1 мм края горизонтального профиля. И если вы отпилите его неровно, это будет мозолить ваш взгляд долгие годы. Ну что, начинаем собирать шкаф? Моя рекомендация на этот счет. У каждого дома есть стол-книжка. Это идеальный верстак для такой работы. Только я бы вам посоветовал застелить его картоном на всякий случай, чтобы поверхность была на 100% ровная. Теперь мы освобождаем зеркало от транспортировочной стретч-пленки и одеваем по всему периметру силиконовый уплотнитель для зеркала. На заполнении ДСП он не нужен. Кстати, каждый мастер делает эту работу по-разному. Кто-то надрезает силикон по длине стороны, как я, а некоторые просто загибают его на углу и ведут дальше по всему периметру. По мне, так оба этих варианта имеют право место быть. Лично я обрезал по каждой стороне. Теперь, надевая на зеркало горизонтальные профили, будет ли низ первым или вверх, не имеет никакого значения. Я делал это сначала с верхом, потом уже с низом. Это не принципиально. В идеале пользоваться небольшой киянкой. Но я делал это своей ладонью, за что слегка поплатился на следующий день ушибами ладони. Но это мелочи. Дальше все элементарно. Берем вдвоем с Женей вертикальный профиль ручку. И с одной стороны она придерживает, а с другой я прикручиваю. Наколачивать сильно на зеркало его можно будет попозже. Сейчас покажу, как это сделал я. Очень просто, без особых усилий. А пока мы, закручивая верхний профиль, не забываем вовремя установить ограничительные колеса. Верхние ограничительные колеса. Снизу же важно наживить основные колеса двери, с помощью которых она будет передвигаться по полозьям. Эту же процедуру для закрепления материала я проведу еще с остальными тремя дверями купе. Теперь нам осталось лишь наклеить буферную ленту, то есть шлегель. Да, еще не забудьте взять в мебельном магазине, где вы покупали профиль для двери, специальный фиксатор для шлегеля. Потому как он всегда норовит оторваться по верху и по низу. Так у нас было в квартирном варианте наших шкафов купе. Все готово, теперь нам нужно поднять двери на второй этаж и сделать замеры верхнего и нижнего профиля полозьев наших дверей купе будущих. Все как в книге самостройщика. Семь раз нужно отмерить и один раз всего лишь шинкануть болгаркой. Замерили, отпиливаем профиль, все строго по линейке и начинаем собирать всю конструкцию. Теперь информация не для перфекционистов. Если у вас не все по лазеру и возможно его вообще нет в доме, советую зафиксировать верхнюю направляющую на саморезы, а нижнюю оставить не прикрученной. И только после того, как вы вставите двери и все отрегулируете, тогда прикручивайте это к полу. Учитывайте во внимание, нет ли в полу скрытой проводки или теплых полов. В таком случае нижнюю направляющую к полу лучше просто приклеить. Фу, жарко-то как, а? Я что-то весь вспотел. Тут нас снимают, снимают что ли нас? Сын, тут нас снимали, представь. А вы что там сидите? А мы тут работаем, вы сидите там? Ладно, ребята, это шутка была. Ваше дело, не понимаешь? Мама! Субтитры сделал DimaTorzok В следующей серии мы с вами заполним наш шкаф-купе полками и сделаем здесь просто бомбическую подсветку. Друзья, а на этом у меня сегодня все. До скорых встреч. Увидимся с вами через неделю. Пока.